Ну а теперь мы коснемся макроэкономических показателей России. Официальный уровень оттока капитала, указанный Банком России, скорее всего, будет сильно недооценен, учитывая жесткие меры контроля за движением капитала, введенные правительством, ограничивающие объем средств, которые российские граждане могут вывезти из страны. По всем неофициальным данным, богатые россияне массово устремляются к безопасной гавани. Многие из них устремились в такие финансовые центры, как Дубай на Ближнем Востоке, приток российского капитала в Дубай настолько велик, что многие местные эксперты по недвижимости связывают стремительный рост стоимости недвижимости Дубая за последние 4 месяца с притоком нового российского капитала, ищущего убежище. Многие дубайские компании по недвижимости сообщают о 100% или даже 200% годовом увеличении продаж покупателями из России. Официальные данные Центрального банка России свидетельствуют о 4-х кратном увеличении официального тока капитала после начала войны на фоне утечки мозгов. Особое значение имеет эмиграция россиян со сверхвысоким чистым капиталом и высокообразованных квалифицированных специалистов. Итак, уже зафиксировано 500 тысяч с лишним россиян, покинувших Россию. 50% из них имеют высшее образование или работают в квалифицированных отраслях, таких как высокие технологии. Причем 20% всех российских специалистов и тех, у кого есть высокое состояние, такой индекс как UHNWI, он определяет людей с чистым состоянием более 30 миллионов, среди них уже 15 тысяч с небольшим покинули Россию. И официальный обменный курс рубля при наличии такого жесткого контроля за движением капитала может вводить в заблуждение, ведь рубль, что неудивительно торгуется на резко сократившихся объемах, последовательно с тем, что были до начала войны в условиях низкой ликвидности. По многим данным, большая часть этих прежних операций переместилась на неофициальные черные рынки рубля, где разница между официальным и фактическим обменным курсом является довольно значительной, 20 до 100% выше официального курса в некоторых случаях, учитывая нехватку ликвидных долларов в России. Даже Банк России признал, что обменный курс является скорее отражением политики правительства и грубым выражением торгового баланса страны, чем свободно торгуемой ликвидной валютой. Обменный курс российского рубля отражает жесткие ограничения движения капитала, низкую ликвидность и искусственную стоимость. Определить точный объем расходов президента Владимира Путина и туда, куда уходят деньги, невозможно с большой степенью точности, учитывая, что самой крупной категорией расходов в российском бюджете являются так называемые, цитирую, президентские расходы, то есть намеренно двусмысленное понятие, затуманивающее без того запутанную российскую федеральную бухгалтерскую книгу. Тем не менее, объявленные Владимиром Путиным фискальные меры дают некое представление о беспрецедентных масштабах поддержки слабеющей российской экономики. О черном ящике, которым являются бюджеты и финансы российского государства, невозможно судить с точностью до 100% или уверенностью, что некоторые факты неоспоримы. Тем не менее, есть уже много показателей, которые говорят о том, что проблемы, с которыми сталкиваются фонды России на черный день, являются уже фактом, и что из 600 миллиардов долларов валютных резервов, накопленных за годы нефтяных и газовых доходов, 300 миллиардов долларов заморожены и недоступны. Также звучали призывы изъять эти 300 миллиардов долларов для финансирования установления Украины, призывы, которые, похоже, звучат громче в европейских политических кругах, чем в Соединенных Штатах, но это, во всяком случае, пока. Оставшиеся валютные резервы экономики России сокращаются угрожающими темпами. С начала войны российские валютные резервы уменьшились на 75 миллиардов долларов. Темпы, которые, если их увеличить в годовом исчислении, позволяют предположить, что эти резервы могут быть израсходованы в течение ближайших нескольких лет. Ну вот, вкратце то, что мы можем прочитать в докладе экспертов Ельского университета. Там еще речь идет и очень серьезной инфляции, которая реально существует в России, но которая не отражает официальная статистика. Речь идет и о том, что Россию уже ждет серьезнейшая безработица, причем об этой безработице говорит очень успешный мэр, очень успешного города Москвы Сергей Собянин. Собянин говорит о том, что, по нашим оценкам, как минимум 200 тысяч человек в Москве рискуют потерять работу. Это он описал в своем официальном блоге. То есть уже и безработица не только на пороге, она уже реально пришла в российскую экономику, и самое главное, она пришла в жизнь россиян. Неужели все эти трудности, которые только нарастают, по сути, это только начало этих проблем, неужели все эти трудности могут в умах россиян каким-то образом компенсировать их чувство гордости по поводу того, что российская армия вторглась в Украину и разрушает ее? Как вы об этом думаете? Или, точнее, как вы к этому относитесь? Давайте, давайте послушаем вас. У нас уже есть звонки. И начнем мы с вас. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте, Алексей. Это Игорь звонит. Я бы хотел пару вопросов и комментариев. Только что вот в перерыве вашей передачи Лена Вишневецкая зачитала новости, которые говорят о том, что якобы рубль укрепляется. Вы понимаете, идет чисто пропагандистские новости на этом радио. Я бы хотел просто обратить внимание, может быть, чтобы кто-то слышит сейчас из менеджмента радио, чтобы они поменяли, наверное, веб-сайт, откуда они читают новости, потому что это абсолютно пропаганда, такая промосковская и кремлевская пропаганда. Насчет укрепления рубля, вы правильно сказали, что это все чистая фикция, что это все искусственно. И вы знаете, вы говорите, что там будет рост центом, безработица. Я бы хотел, чтобы россияне ощутили на себе всю тягость того, что ощущать должен агрессор. Страна агрессор, народ, который поддерживает агрессию. Пусть у них будет и голод, и разруха. Я считаю, что именно это немножко приведет, наверное, в чувство, и они начнут, наверное, думать о том, что происходит. У меня вопрос такой, два вопроса к вам. Первый вопрос. Может ли Соединенные Штаты, может быть, какие-то финансовые институты мира обрушить еще больше рубль? И сделать это искусственно, чтобы эта страна, в конце концов, погрузилась, знаете, в экономический хаос и бездну? А второй вопрос. Вы сказали, что огромное количество россиян приехало в Западную Европу, в разные страны. А где гарантия, что там нет засланных казачков ФСБ и так далее, ГРУ? То есть, можно ли доверять всем тем россиянам, которые приехали, и на самом деле проверяют ли их на то, что не являются ли они засланными врагами Запада, Америки и так далее? Вот эти у меня два вопроса. Спасибо. Ну, хорошо. Давайте начнем с последнего вопроса. Проводится ли проверка тех российских граждан, которые в столь больших масштабах и столь стремительно покидают сейчас Россию? Об этом говорить чрезвычайно сложно, потому что мы попадаем на некую территорию каких-то спекуляций, какой-то информации конкретной по этому поводу нет. Но я могу предположить, что в зависимости от тех стран, куда устремились россияне, ведь эти страны же отличаются с точки зрения своей внутренней политики, в каких-то странах такие проверки проводятся, в каких-то нет, потому что для тех стран намного более важно, как, например, для Дубая, что на них просто обрушился золотой дождь российских частных инвестиций. Поэтому я думаю, что об этом говорить просто мы не можем в силу того, что у нас отсутствует какая-то конкретная информация. Ну, а если у нас нет информации, чем мы можем ее заменить? То какими-то размышлениями? Вот. Это, на мой взгляд, вот этот момент. Второй момент. Ну, второй момент – то, что касается отношений рубля. Ну, я тогда прочитаю кусок из этого доклада Ельского университета, которое призываю, чтобы каждый из нас, кто владеет английским языком, познакомился сам, потому что это первое, подчеркиваю, первое серьезное экономическое исследование той ситуации, которая сложилась в Российской Федерации после введения санкций и после начала этой агрессивной войны. Так вот, там есть такой, на мой взгляд, очень важный кусок. Благодаря масштабной волне фискального и монетарного стимулирования, развязанного после начала войны российские государственные расходы и социальные обязательства сейчас намного выше, чем раньше. Для поддержания этого беспрецедентного уровня расхода в любое снижение доходов от продажи газа и нефти заставляет Россию еще больше задействовать свои фонды на черный день, но эти резервы, похоже, уже истощаются, а перспективы будущего пополнения этих жизненно важных резервов становятся все более туманными. Похоже, что это будет курс фискальной политики с нулевыми правами на ошибку, действовать исходя из предубеждения, что доходы от нефти и газа будут только расти. В этом и заключается основной вопрос. Закончат ли у правительства деньги, или оно сможет поддерживать эти беспрецедентные уровни бюджетных расходов? И вот самое главное, самое главное, всего лишь три строчки. Правительство наводняет экономику искусственной ликвидностью. Иными словами, печатание денег – индикатор «me too», чтобы скрыть экономическую слабость. Наиболее очевидной проблемой, с которой сталкиваются фонды России, ну и так далее. Смотрите, что сказано. Правительство наводняет экономику искусственной ликвидностью, то есть, иными словами, печатает деньги. И российское правительство уже прибегло к этой чрезвычайной мере стимулирования экономики, которая, как мы с вами знаем, безусловно, дает эффект на коротком промежутке времени, но в более длительной перспективе неизбежно вызывает инфляцию. И чем больше будет напечатано этих новых денег, тем более серьезной будет эта инфляция. Причем, по некоторым показателям, инфляция уже в российской экономике, она достигает от 40 до 60%. Причем, опять-таки, это не в целом по экономике, но, допустим, по компьютерам, по предметам электроники, вот там уже инфляция достигает 40-60%. И это, на мой взгляд, очень важные перемены. Перемены, которые касаются отдельных сейчас классов или страт российских жителей, но в какой-то момент эти перемены затронут абсолютно всех. Есть такая теория, которая неоднократно высказывалась в российской экономической прессе, что значительная часть россиян, или так называемый глубинный народ, живет настолько бедно и привык жить очень бедно. И за все эти годы такого, так называемого, процветания, когда в Россию пришли триллионы нефтедолларов, в жизни этих людей, которые живут по всей России, за исключением таких регионов, как Москва или Санкт-Петербург, жизнь у них реально не изменилась. Поэтому санкции, какими жесткими не были, они этой категории вообще людей никоим образом не касаются. Они плохо одеваются, плохо едят, у них нет никаких удобств, туалеты у них во дворе, ну и так далее. Поэтому санкции на них никоим образом не действуют, а именно вот эта часть российского общества и является той средой, откуда вербуются новые солдаты для российской армии. Поэтому с этой точки зрения эти санкции не работают. Далее. Эти два важнейших региона для российской власти, регион Москвы и регион Санкт-Петербурга, он поддерживается искусственно сейчас, в общем-то в нормальном состоянии, с точки зрения не просто экономических показателей, а реального уровня жизни населения. Какие-то западные шмотки заменили, турецкие или китайские, ну и так далее. Рестораны работают, театры работают. То есть, если посмотреть взглядом, не вникая в то, что происходит реально, эти два региона живут хорошо. Но санкции работают пять месяцев. Сами российские экономисты, включая таких реальных звезд российской экономики, как Владислав Иноземцев, говорили о том, когда эти санкции вводились, что реально граждане России почувствуют их воздействие как только по достижении некого шестимесячного рубежа, может быть, даже восьмимесячного рубежа, когда начнется период массовых увольнений и когда безработица в России начнет достигать угрожающих размеров. Вот тогда уже реально этот глубинный народ и, точнее, даже средний класс почувствует влияние этих санкций. Ну, а с практической точки зрения очень важно, если мы отойдем от макроэкономических показателей, очень важно, что те санкции, которые введены и поддерживаются, они во многом блокируют деятельность российской военной промышленности. Вот что важно. Это если мы говорим о каких-то более конкретных вещах. Это означает, что сейчас на фронты в Украину прибывают танки Т-62, которые снимались с хранения. Используются уже ракеты воздушного базирования, которые были созданы в конце 60-х годов серии Х или серии Х, как говорят на Западе. Ну и так далее. Вот что, на мой взгляд, очень важно. Потому что, как бы мы не оценивали эти санкции с такой или другой точки зрения, ведь они вводили для того, чтобы остановить эту войну. Ведь это самое главное. Остановка этой войны. И можно себе представить, что если сейчас, по прошествии пяти месяцев, они оказывают столь серьезное воздействие на российскую экономику в целом, то через несколько месяцев ситуация может быть намного более серьезной. И может быть именно вот эта новая ситуация в российской экономике и подтолкнет Кремль за стол переговоров. Не формально, а по сути. Что у нас со временем? Время у меня уже подходит к своему завершению. Я еще раз подчеркну, что сегодня я вас познакомил с отрывками, не полностью, доклад намного больше, с отрывками из первого серьезнейшего исследования российской экономики, которые провели экономисты Ельского университета. Я напомню, что Ельский университет входит в тройку лучших университетов мира. Куда входит Харвард, куда входит, конечно же, Ель, и куда входит Принстон. Поэтому, в отличие от абсолютно лживой официальной российской статистики, данным Еля, данным очень серьезной большой команды экономистов, которые работали над этим докладом в течение длительного времени, можно доверять. Вот такая история, дорогие друзья. Ну, сейчас приходит время завершения этой программы. Мы с вами продолжили цикл наших программ «Знакомься с первоисточниками». А завтра в итогах недели, естественно, ожидают совершенно иные темы. Сегодня пришла пора прощаться. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...